Особые торжества в Крыму. Сегодня вторая годовщина референдума, на котором подавляющее большинство жителей высказалось за воссоединение с Россией. Митинги, шествия, концерты. У крымчан сегодня много мероприятий. Но подробнее о том, что сейчас происходит на полуострове и что будет в течение дня, узнаем у нашего корреспондента Виталия Каченко. Он в прямом эфире. Виталий, вы находитесь в центре Симферополя, и я вижу, что там уже многолюдно. Да, Валерий, действительно, до начала праздничного шествия остаются буквально считанные минуты. И, собственно, центральная площадь крымской столицы пестрит флагами России и флагами Республики Крым. Мы слышим, как начинается праздничное шествие в эти минуты. Колонны пройдут от площади перед Советом Министром, где мы сейчас находимся, и до площади перед зданием Государственного Совета. Туда, где, по сути, начиналась Крымская весна. Именно там, 23 февраля 2014 года, в ответ на государственный переворот на Украине, крымчане впервые вышли на массовый митинг. Во многих крымских городах сегодня запланированы флешмобы, митинги, концерты, посвященные Крымской весне. Несмотря на то, что сегодня рабочий день в Симферополе на праздник, люди идут целыми семьями и в прекрасном настроении. Тот судьбоносный день во время вечернего митинга... Мы рады. И вот слава этим ребятам, которые нас защитили. Для нас, для детей, для наших родителей, для всех граждан Республики Крым. Праздник сегодня, действительно, хороший солнечный день. Наверное, и Бог нам помогает. Всех с праздником. Счастья, здоровья, успехов, благополучия, мира, добра. Всего-всего, что можно пожелать каждому человеку. Ровно два года назад в Крыму и Севастополе состоялся исторический референдум, который определил дальнейшую судьбу полуострова. 16 марта 2014-го мы были свидетелями. Люди начали собираться у избирательных участков еще до их открытия. По всему полуострову мы тогда видели огромные очереди. Бюллетени были напечатаны на трех языках. Русском, украинском и крымско-татарском. При этом голосование под крепительным талоном отменили в избежание подозрений в фальсификациях. На референдуме были зарегистрированы 135 наблюдателей из 23 стран. В бюллетене для голосования значилось два вопроса. Первый – вызово соединения Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации. Второй – вызово восстановления действия Конституции Республики Крым 1992-го года и за статус Крыма как части Украины. Тогда 96,77% крымчан, а также 95,6% жителей Севастополя, принявших участие в голосовании, высказали за воссоединение с Россией. По недавно проведенному соцопросу подавляющее большинство крымчан ко второй годовщине референдума вновь готовы подтвердить свой выбор. После воссоединения с Россией жители Крыма и Севастополя получили российское гражданство. В расчетах перешли на рубли. В новых субъектах Российской Федерации заработали свободные экономические зоны, начали решаться системные инфраструктурные проблемы с энергетикой и водообеспечением. Уже введена в эксплуатацию первая очередь энергомоста. А вскоре будет запущена и вторая, что в принципе полностью покроет потребности Крыма в электроэнергии. Через два года будет построен мост, который свяжет полуостров с Кубанью. В здании Государственного совета сегодня откроются сразу три выставки, посвященные крымской весне. Это, конечно же, и выставка фотографий, и истории парламента, а также будет представлена впервые икона Богоматери Азовской. Это лишь малая часть мероприятий, которая сегодня запланирована. Гораздо шире, конечно же, в Крыму будут отмечать 18 марта, когда два года назад, 18 марта 2014 года, был подписан договор о включении Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. Ну и мы сейчас будем дальше наблюдать за концертами, праздничными гуляниями. Валерия в Крыму, действительно, сегодня отличное настроение. Да, Виталий Каченко работает в Крыму, и сегодня там много всяких мероприятий.